Постановление правительства Самарской области в скверах парка, также на набережной запрещено нахождение трассы. Кем-нибудь прощено? Еще раз. Постановление правительства Самарской области на рога 7. Хорошо. Постановление обстановления может быть выше Конституции? Вы про какую мне спросите? Про какую? 27-ю? Свободы передвижения. Хорошо. А вы? А вы? Ну я знаю, что мне надо. Я знаю то, что мне надо. Тогда вы, наверное, знаете статью 55, часть 3, которая гласит, что некоторые конституционные статьи могут быть нарушены. А вы дословно ее прочитаете. А с какой обстановкой? Давайте обсудим. С связи с... Какая у нас сейчас обстановка? Поясните. С самоизоляцией. Постановление правительства. С самоизоляцией, который гласит, что граждане без особых причин не должны покидать место в жизнь. Самоизоляция и карантин. Это разные понятия. Правильно, да? В общем, я вас... Да? Хорошо, я вас услышала. Это рекомендация, я все понимаю. Да, это не рекомендация, а требования. Нет, это рекомендация. Нет, прочитайте, вы ставите против правительства наше 70-30 апреля. Вы его тоже прочитайте. Там нет ни подписи нормальной. Да, прочитайте. Я, значит, смотрите, вас предупреждаю, что я являюсь, значит, инспектором антикоррекционного комитета. Все остальное, если вы предъявляете требования, например, по оплате, по, значит, скажем так, оплатить... Господи, вылетело. Вот. Все, значит, какие-то денежные к людям, если будете предъявлять, я просто вас предупреждаю. Хорошо, я к вам денежных что-то предъявлял. Нет, я вас просто на будущее предупреждаю, да? Вот, ваши, ваши, как бы, просьбы, я услышала. Это требование? Ну, это требование, да. Требование? Вы не можете требовать. Это рекомендация к самоизоляции. Я рекомендации, вот, какие считаю нужны, выполняю. Ко мне не приближайтесь на полтора метра. Хорошо. Я вас услышала. Вы меня послушайте. Я вас уже услышала. То есть не подчините закону требований сотрудников полиции, на вас будет оставлено написано к подоколу по соответствующему... Это уже вымогательство. Какое же это вымогательство? Потому что, потому что вы не можете, значит, мои права нарушать. Я вас что помогаю? Свободу передвижения сейчас мою пресекаете. Нарушайте конституционное право. Вы нарушаете постановление права. Постановление ниже Конституции. Тем более оно не подписанное. Вы почитаете 25-й статью Конституции. И тем более самоизоляция не предполагает никаких удержаний человека или штрафов. Вы почитаете 25-й статью Конституции. Я ее читала вчера только. Вы ее неправильно, вы ее трактуете неправильно. Давайте откроем ее. Откройте ее. Зачитайте мне. Я вас услышала. Это все рекомендации? Да. Я уже не спрашиваю вас уже... Знаете, о чем не спрашиваю? О доверенности. Согласно приказу Голокольцева, вы должны ее иметь. Я уже об этом вас не спрашиваю. Зачитайте, пожалуйста, третью часть. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральными законами только в той мере, в какой необходимых целях защиты, а срок, сону, срои, нравственности, здоровья, прав и законных средств. Правильно. Какие сейчас основания ограничивать свои конституционные права? Вы слышали? Что я слышала? Вот я и говорю, какие основания? Человек говорит, что могут быть ограничены. Есть рекомендации к самоизоляции. Федеральным законам. Я ее выполняю. Я к вам не подхожу ближе, чем на полтора метра. И вы ко мне. И мы сейчас пожелаем друг другу счастливого пути. И расстанемся. Вы не можете требовать этого. Вы таким образом нарушаете конституцию. Нет. Что нет? Я вам только что прочитал третью ситуацию. Что нет? Я вам тоже говорю, что нет оснований нарушать конституцию. Потому что режим изоляции, самоизоляции, это рекомендация. Это рекомендация. Рекомендация. Вы самоизоляцией посещаете. Хорошо, я вас услышала. До свидания. В мере не было. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. В вам тоже.